Привет всем! Это у нас третий фильм про котят. Сегодня мы увидим постепенное налаживание отношений с котиком Вилли. Мы увидим первое знакомство котят с лебедями и знакомство котят с участком, с двором. Особенно интересно будет смотреть, как они ходят по траве. Как оказалось, они не знали про траву. Видите, котик Вилли проводит воспитательную работу. Это все не брутально, это все без злобы. Он лапкой воспитывает. Но это самый первый день. Они переночевали в пятницу и утром мы их выпустили погулять. Как видите, пока отношения котика с ними еще немножко трудные. Без агрессии, но с некоторым воспитательным уклоном. Потом по ходу фильма вы увидите, как отношения смягчаются и становятся абсолютно нормальными. Вот видите, котик решил поесть травы. Они повторяют все за ним, тоже едят траву. А вообще, мы посмотрим за таким движением по направлению друг к другу. Котятам очень интересно поиграть с Вилли, а Вилли очень интересуется котятами. И постепенно у них это взаимное влечение сгладит и нормализует их отношения. Было много комментариев, где говорили, что мы их неправильно познакомили. Надо было их в разные комнаты развести. Мы знаем характер котика Вилли, мы учли разницу в возрасте и решили, что не надо никаких сложных схем. Как оказалось, мы поступили абсолютно правильно. Вот видите, это первый день. Вот только прошла ночь и рядом уже никаких шипений нету. К третьему дню они уже абсолютно с другом притерлись. Ну что, пойдем на пирс зарядку делать? Я так понял. Мы решили их выпустить на участок, пусть гуляют. Если вы смотрели мое видео про подготовку к приезду котят, то знайте, что я заранее укрепил периметр. То есть, весь периметр участка достаточно хорошо огорожен, чтобы они не выходили за территорию. Кроме того, естественно, первые дни мы их выпускали гулять только под присмотром. До сих пор мы их пускаем гулять, только присматривая вместе с ними. Ну, на всякий случай. Они предпочитают ходить пока по дорожкам и, в общем-то, с интересом изучают окружающий мир. Для них все это в новинку. Нам очень интересно за ними наблюдать. Зачем ты лижешь розу? Водичку пьешь оттуда? Водичку. О, там у нас Вилли. Вилли, Вилли охотится. Там по границе озера видит тростник. Вот это Вилли охотничьи угодья. Он оттуда регулярно таскает мышей, полевок, водных полевок. Это такие крысы. Вилли у нас успешный охотник. На канале есть несколько видео, как он охотится. Еще одна составляющая нашего мира это водоплавающие птицы. Это лебеди и утки. И лысухи, которые не совсем водоплавающие, но принимают тоже активное участие. Итак, рано или поздно котята должны познакомиться с лебедями. И я этот момент заснял, вам покажу. Начали мы их выпускать естественно на террасу. Первым делом на террасу. Естественно за ними присматриваем. Эти хвостатые белки. Смотрите, Вилли проходит мимо, уже все, не задирается. Никаких вопросов, никаких претензий. Это второй день. Это в субботу. Абсолютно уже он с ними смирился. Первую ночь Вилли долго не приходил. Потом он долго на крыше в пятницу сидел. Только поздно пришел. Показывал некоторую обиду. Потом все это прошло. Сейчас воскресенье. Он абсолютно жил в своем привычном графике. А сейчас давайте посмотрим на ситуацию с лебедями. Так, а это у нас Максим с Машей. Вы молодцы конечно. Тоже пришли на котят посмотреть, да? А котятам наверное еще рано с такими знакомиться. Посмотрим. Вот у нас котик и он засек лебедей. Вот он засек лебедей. А вот они там. И он очень заинтересовался. Смотри, заинтересовался как. Это наверное Анфиса. Анфиса. Анфиса пошла смотреть на лебедей. Ты только их на террасу не пускай. Нет, нет, нет. Сейчас они ее как погонят. Сейчас они ее шуганут. Анфиса сама понимает, что ей не с руки связываться с ними. Да. Так, она убежала. Убежала, убежала, убежала. Все, сбежала. Молодец, молодец. Конечно, такие белые. Ты же с ума сойти. Так, убери эту метелку друзей этих. Встречай. Нет, дорогие, ничего не получится. Сейчас с вами сходим, с вами покормим, но на террасу пожалуйста нет. Я понимаю, давно не приходили. Да, да, да. У нас, видишь, котята. Нет. Так что, да, да, да. Не надо мне головой махать. Сейчас пойдем туда, пойдем на пирс, дадим вам перекусить. Конечно. Ирина пойдет их сейчас покормит. Давайте, давайте. Да, давайте, пошли вами заниматься. Анфиса все еще себя прийти не может. Ничего себе, говорит, такие белые, большие. С ума сойти. Так. А эти тут вот чапают. Ирина идет, и эти там за ней, за ней. Сейчас у нас 7 часов вечера. Они под вечер приходят, потому что территория не их. Вот. Днем придут, днем приходить боятся. Потому что, если хозяева Голубь с Голубкой их увидят, то будет разборка, им накатят. Вот ходят по вечерам, да рано утром приплывают. Все. Сейчас Ирина их покормит. А Анфиса увидела, что и такие, оказывается, бывают. Вообще, лебедям посвящено огромное количество роликов у меня на канале. Это около сотни видео. Причем очень-очень интересных, показывающих их личные отношения, детей. Вот смотрите, там приплыли хозяева участка, скажем так. Это Голубь и Голубка и 6 птенцов. Это лебеди, которых зовут Голубь и Голубка. А это у них там общим счетом 6 птенцов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот все шесть здесь. Вся компания. Ну что, завтракать будем? Эй! Да? Завтракать будем? Ну давайте сейчас позавтракаем. Вот я им насыпал сухого корма для водоплавающих. А вот этот свист, это они свистят. А, птенцы. На них не напасешься. Они уже большие. Раньше двое у нас за день съедали банку. Вот, корм для водоплавающих. Вот он, вот такой. Вот такую банку они съедали за день. А сейчас это все надо умножить на четыре. На вас корма не напасешься. Давайте я им дам следующую порцию. Торцию. Ладно. Так. Держим. Давай, приятного аппетита. Все, банка готова. Они уже большие. У них постепенно цвет сменится на темно-бордовый. Они еще крупнее станут. И постепенно будет все больше белых. Белая оперения будет появляться. А когда они станут взрослыми, они побелеют. И клювы у них станут красно-оранжевые, как у родителей. А пока цвет клюва и цвет оперения, это признак ребенка. Ну вот, все, ребята, свободны. Завтрак окончен. Или еще хотите? Ирина специально сделала такое болотце. Дальше стоит лодка. Они под пирсом проплывают. Дальше открытое озеро. Мы им даем еду здесь, на мелкоте. По простой причине. За лодкой там рыба все склевывает. Здесь в озере очень много рыбы. И если там такой форм давать, то его просто рыба поедает. Что? Пришел ходатайствовать. Говорит, ну ладно, у меня тут банки еще есть. Вот другая банка осталась со вчера. Давайте я вам... Да. Давайте уж доедайте. Добавка вам вышла. А где у нас Арчи? Я его закрыла, потому что у меня там кофе остывает. Ты его изолировала, потому что кофе остывает, да? Ну я как раз хотела их в одно место собрать. Ну да. Сейчас он наверное выйдет и пройдет. Сейчас он услышит голоса и сюда придет. Так, а Эта уже проверяет выходы, да? Молодец. Нет, она здесь просто проверяет все. Она здесь еще толком ничего не была. Ей очень гараж. Да, гараж ей нравится. Вилличка, ты молодец. Да. Бери, руководи, смотри, чтобы они ничего тут не позволяли себе. Они ходят за ними следом, а когда они рядом с ним, они себя чувствуют увереннее. Да, потому что он главный. Он им показывает. Так, а она куда пошла? По ступенькам пошла? Как видите, это у нас было в воскресенье, это третий день. Отношения Вилли с ребятами уже абсолютно нормальные. То есть, он уже над ними шефствует, он за ними присматривает. А теперь, что касается имен. Все-таки, это Анфиса и Арчи. Я благодарю всех, кто делал предложение по именам. Вот так мы решили. А теперь, где они спят? У них два периода сна. Они до обеда ложатся около двух часов и спят. Это они делают обычно в зале на кресле. А ночью они спят в спальне. В спальне на кровати. Там устраиваются и там же спит Вилли на лежанке. То есть, они уже две ночи спят вместе. Вилли сверху у него лежанка, он над ними. А они на кровати, там есть специальная подстилочка для них. И они там устроились. То есть, как-то у них прихрамывает у нас Арчи. Где-то спрыгнул неудачно. И они, значит как мы с ними гуляем. Без надзора, пока они не привыкнут к дому. Пока они не осознают, что да, это их дом. Вот сюда надо возвращаться и так далее. Их самих выпускать рискованно. Поэтому мы выходим обязательно с ними. Мы какое-то время гуляем. Несколько раз в день мы им устраиваем прогулку. Потом дверь террасы закрывается, чтобы воздух заходил, но они не могли выйти. Котик Вилли у нас естественно на свободном выгуле. Он приходит, он знает, он придет, в окно покажется. Мы ему открываем и пускаем. А эти у нас пока еще такого доверия не имеют. Естественно, они хотя бы должны пройти, если не месяц, то 2-3 недели должны пройти. Пока их можно будет без особого риска пускать гулять на участке. Естественно, за участок на улицу, об этом речи нет абсолютно. Мы и Вилли сейчас на улицу не пускаем. Просто очень много посторонних людей. Приехали туристы. Лето. Если в осенне-зимний такой период и ранее весной, там без проблем. Вилли ходил по соседним участкам, там мышей ловил. Ходил у них кошачьи тусовки какие-то были. Но это все свои и как бы посторонних людей не было. И поэтому как-то это было достаточно свободно. Но с началом туристического сезона мы ввели выход наружу и перекрыли. Они играют очень хорошо друг с дружкой. Причем Анфиса, у нее такое шефство над Арчи. Она его вылизывает. Она немножко посообразительной, пошустрее. Арчи такой спокойный, но Арчи более ласковый. Он так любит подойти, на ручках любит. Вот такой он. А Анфиса в этом отношении, она конечно такая немножко оторва. Вот она. Им очень нравится. Они охотятся на мух. На всяких других летающих. Мы им купили игрушки. Удочка и еще такая кисточка. Они конечно очень любят играться. И вот Вилли наблюдал через окно террасы вечером. Он сидел на террасе и через окно наблюдал, как они играют. И в какой-то момент он мяукнул и попросил, чтобы его пустили. И он захотел с ними играть тоже. Но это было конечно очень комично. К сожалению, было темно и я не снял этот момент. То есть, Вилли постепенно проявляет к ним такой интерес. Он понимает, что в общем-то он ничего не потерял. Его любят. А вот он стал больше есть. Но это мы прекратим со временем. То есть, у него пока неограниченный доступ к питанию. Оно все стоит, подходи и ешь. Но если мы слишком долго так продержим, то Вилли опять наберет свои килограммы. Ну, первую неделю пусть это ему некоторая компенсация. Вилли к нам уже претензий как бы не имеет. Он уже абсолютно подходит, а в ноги трется. Опять же, креветка. Он ест креветку. А вот в первый вечер я ему креветку дал, он подошел, понюхал и ушел, не стал есть. Да, у него была конечно обида. Но, к счастью, все очень быстро прошло. Прошло. Мы с тобой вместе пошли? Ну конечно. Мы вместе. Вот как он тщательно вылизывается. Молодец какой. Угу. Вилли сегодня уже свою программу утром выполнил. Он за ними присматривал. Он присматривал. И даже когда Анфиса там побежала, он уже скочил и тоже. Он бить уже перестал, просто присматривал. Он тоже сорвался и тоже вроде бы как побежал. Ну, ему хочется быть в центре внимания, чтобы все вокруг него. Ну понятно. И они тоже вокруг него. Ну ладно. Хотя бы он стал уже им разрешать что-то. А она к Вилли ищет подходы к нему. Да, она подходит. Она хочет с ним подружиться и так, и сяк. Да, она к Вилли и так, и сяк. Он на нее шипит пока. Он иногда шипит, иногда уже не шипит. Уже перестал, да? Уже не каждый раз шипит. Не каждый раз шипит. Он тоже хочется принимать участие в экшене. Все тут бегают, играют. Он понимает, что это все весело и интересно. Он должен характер показать. Ну, хотя бы три дня продержаться надо же. Ну, пока он один день продержался и тоже начал слабину давать, да? Да, начал уже. Ладно, посмотрим, как вечером будет. Во-первых, во сколько он придет. Вот вчера он пришел очень поздно с крыши. Это как бы знак, что... Нет, он обычно приходит в 4-5 часов. Ну, он пришел вчера в шестом часу, а он в 4 приходит. Вчера очень жарко было на крыше. Жарко было на крыше, да. Тем не менее, он нам давал понять, что... Нет, он просто есть не хотел от жары. И есть не хотел от жары, да. Это вторая причина. Посмотрим, во сколько он сегодня придет. Котик пришел, спустился с крыши. Он, кстати, на Анфиску уже внимания не обращает. Он подошла и он зашли. Анфиса подходила к нему, да? Короче, он их воспринял как некоторую данность. Ну и слава Богу. Они по бордюру ходили, чтобы на траву. А он первым делом на колодец становился. Смотри, он так же идет, балансирует. Да, он на траву старается минимально становиться. Вот так, перепрыгивает, смотри. Смотри, по траве идет, лапы поднимает. Он не знает, что это такое, трава. Он думает, что это кошмар какой. Смотри, как он ходит по траве. Это вообще. Он боится лапу поставить. Смотри, как кенгуру. Вот так, это кенгуру у нас. Анфиса, а ты как? Тоже прыгать будешь? Или как? Видишь, она в племот. Она ходит. Тоже по минимуму старается. Тоже по минимуму наступать на траву. Они непривычные, а не к траве. Теперь ты можешь слить водой и потом налить вилочки чистой воды. Я так и сделаю сейчас. Задается много вопросов, зачем мы взяли еще котят. Начнем с того, что мы их взяли, конечно, не для разведения. То есть, мы не собираемся там разводить котят, им торговать и так далее. Мы их взяли для души, для нас. У нас есть достаточно свободного времени. У нас есть условия. Этот дом позволяет им, в общем-то, проводить, жить какой-то полноценной жизнью. Котик Вилли тоже нуждается в компании. Им вместе будет интересно. Если нам придется уехать на зиму в Вену. Мы не каждый год уезжаем зимой в Вену. Мы некоторые годы просто постоянно живем здесь. Но даже если уезжать в Вену, у нас там достаточно большая квартира. Есть съемки на канале, в которой трем котам места найдется более чем достаточно. Так что это тоже не проблема. Мы их взяли. Ирина всегда хотела иметь двух котиков. В какой-то момент, к сожалению, ушла Пуша. У нее тромбоз был. Мы очень долго переживали. И сейчас, в какой-то момент, Ирина решила взять не одного котенка, а двух. То есть, котятам будет интересно друг с другом из одного помета. То есть, брат и сестра, мы видим, они очень хорошо с собой друг с другом ладят. И будут поддерживать друг друга. И Вилли будет интересно. Да и нам как-то тоже не скучно. Поэтому мы решили взять себе вот такую компанию. Будут у нас три котика. Посмотрим. Посмотрим. Я был абсолютно не против. Это целиком идея Ирины. Она полностью занималась этим. Она искала. Почему именно из Барнаула? Это самый частый вопрос из таких, которые мне, честно говоря, непонятны. Котенок это живое существо. Они все разные. Понимаете, это не вещь какая-то, которая везде во всем мире одинаковая и все равно в каком магазине покупать. Котенок это душа, живое существо. Они отличаются внешним видом, характерами. Надо смотреть, кто у них родители. Что представляет из себя вообще дом, в котором они родились и выросли. Есть достаточно много параметров. Мы мейнкунов держим уже 8 лет. Есть какое-то понимание этого вопроса. Мы знаем, чего мы хотим. И у Ирины были определенные предпочтения. И относительно окрас, и внешний вид, и какие-то элементы характера. И она долго-долго искала. Был вариант сначала. Естественно смотрели в Австрии, смотрели в Германии. Был вариант на Украине. Но в итоге она нашла вот этих котят в Барнауле. Там очень приличный такой питомник. Смотрите, сейчас будет интересный момент. Ну, немножко не рассчитал. В итоге получился вот этот вариант. Да, это было немного беспокойно. Но, на самом деле, дорога у них была очень хорошо организована. Это не было где-то ночевки какие-то там, так сказать, в аэропорту в клетках. Нет, их посадили непосредственно. Хозяйка привезла в Барнауле в аэропорт, посадила в самолет. В Москве их встретила женщина, которая посредник, занимается приемом, как раз посредничеством при отправке животных за границу. Она их забрала из аэропорта к себе домой. Они переночивали у нее дома в нормальных условиях. С утра их отвезла в аэропорт. Они прилетели уже из Москвы в Прагу. Там мы их забрали. То есть, котята вы видели в первом фильме. Они, в общем-то, не выглядели сильно уставшими, не выглядели какими-то шокированными. То есть, они не были в шоке. Да, мы их выпустили в машине, в кузов. И они, в общем-то, абсолютно нормально себя повели. Да, они были немножко уставшие, но какой-то психической травмы, психологической травмы у них не было. Какой-то физической травмы тоже не было. Поэтому сейчас все это уже научились как-то делать по-человечески. Если на этом не экономить, если сделать вот эту доставку, заказать, которую предлагают именно для животных. Люди начинают экономить, там в багаж сдают как-то. Потом это плохо кончается. А если все это сделать по-человечески, в общем-то, то все это работает. Ну, бывает конечно, редко эксцессы. В целом, вся эта система уже отработана. Из России, из Украины покупается за границу очень много животных. То есть, это, я говорю, мы вот встречали в первом фильме и вы видели, сколько было вот этих контейнеров с животными. Прибыло с рейсом. Это обычная практика. Практика обмена, в общем-то, она существует. Поэтому ничего такого особенного в том, что мы взяли именно в Барнауле, нет. Именно там нашлись вот такие котята, которые вам понравились, которые нам нравятся, которые, я надеюсь, понравятся котику Вилли. Ну, вот видите, у них там все уже. Они рядом, они как-бы вместе. Вот. И мы этому очень рады. Значит, что я буду снимать дальше? Сейчас я сделаю после этого фильма. Будет несколько фильмов. Будет «Жизнь в Австрии», второй фильм. Если не смотрели первый, посмотрите. «Жизнь в Австрии», другой мир называется. Потом будут лебеди охранять свою территорию. Потом будет еще один фильм про лебедей. То есть, у меня есть несколько фирмов, которые уже были готовы до приезда котят. Я их постепенно буду выкладывать. По мере того, как будут развиваться, расти, как будут случаться какие-то интересные истории с котятами, естественно, я буду это фиксировать и вам показывать. То есть, сериал котята, на самом деле, пока он какой-то бесконечный видится. Просто, ну, должны происходить события, чтобы не было повтора одного и того же. Да? Согласитесь. И если вы на канале появились только сейчас, подписались на ролики про котят, посмотрите другие видео. Они будут вам интересны. У нас Анфиса под Мальвазию идет. Да, вот она устроилась и говорит, что мы будем Мальвазию пить. И кино смотреть. И кино смотреть будем. Так, а где мой котик Арчик? Он за муравьями наблюдает. Он такой юный натуралист у нас. Он натуралист. А это все конкретно? Может, ты говоришь, что сыр принесут сейчас? Да, скорее всего. Он говорит, что к минутам сыр полагается? Да, передавайте. Тебе, кстати, сыр надо или нет? Нет. Молодец. Ну, на мороженое. Я тогда только Анфиске сыр добавлю. Хорошо, принеси ей. Вот, знаешь, какая хорошая девчонка. Да, вообще хорошая. Отлично. Это у нас третий день. Да, третий день начался. Да, да. Вот так. Вот так. Психически. Вот так. А где вторая? Вон идет. Ага. Так, вторая у нас идет вот здесь. Вот. А котик Вилли у нас при этом на боевой позиции. За мамой наблюдает. У него есть все. Да. Так, а этот опять по камням пошел? Куда пошел по камням? На колодец прыгать пошел. Для тех, кто первый раз на канале, я подготовил подборку фильмов. Они в описании к этому видео и в первом прикрепленном комментарии, сразу под видео. Там есть набор фильмов, которые я бы вам рекомендовал посмотреть для знакомства с каналом. Для того, чтобы понять, где вы собственно оказались и что вас ждет. А на этом все. Пока. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!